В России и США идет усиленная подготовка к первым дням ноября. Как мы уже говорили, в России 1 ноября будет произведено тестовое отключение российского сегмента сети от глобального интернета. Как полагают специалисты, на самом деле будет осуществлено переформатирование Рунета с перехватом основных функций маршрутизации специальным, готовившимся не менее трех лет оборудованием. Как ожидают сами россияне, все должны пересесть на контроль военных за сетью без особых проблем. Но как оно там будет, мы еще посмотрим. По крайней мере, на это мероприятие затрачены гигантские ресурсы, а к его осуществлению привлечены лучшие специалисты, которые работают на военных. Но это будет 1 ноября в России. А 2 ноября в США пройдут статические испытания посадочного модуля Crew Dragon. Они будут проведены на аппарате С-205, вместо потерпевшего аварию на таком же тесте, проведенном в апреле месяце аппарата С-201. Напомним, что тогда произошла утечка топлива через один из топливных клапанов, и в результате произошел взрыв. Теперь двигатели и топливная система уже прошли отдельные испытания, и 2 ноября будут проведены уже статистические испытания двигателей, смонтированных на спускаемом аппарате. Это испытание будет проведено под контролем НАСА, и если пройдет без замечаний, то в конце ноября пройдет последнее испытание, когда спускаемый модуль будет отстрелен от ускорителя на участке полета с максимальными динамическими нагрузками. По сути, это будут последние испытания, предназначенные только для пилотируемых аппаратов. Грузовики не испытываются таким образом, и на этом комплекс испытаний будет завершен. Таким образом, будет открыт путь для первого пилотируемого полета американских астронавтов уже с использованием модуля C-206 SpaceX на орбиту Земли, где произойдет стыковка с МКС. Собственно говоря, с этого момента США вернутся к активным пилотируемым космическим программам, после чего процесс пойдет по нарастающей, поскольку к лету будут испытаны спускаемые модули и других американских производителей. После этого услуги Роскосмоса окажутся актуальными только для полета в космос белок, стрелок, ну и других домашних животных российских толстосумов. Есть надежда, что однажды ракета «Союз» унесет Путина к ближайшей звезде созвездия Таукита, ну или хотя бы очень быстро довезет его в гости в тайгу к бурятам, как она это уже делала не раз. В общем, кто-то пытается развернуть свободу, в том числе и передвижений, далеко причем за орбиту Земли. А кто-то опять хочет соорудить железный занавес и вернуться во времена, когда в совке изымались радиоприемники, а вместо этого устанавливались мозгоправочные тарелки. И что особенно показательно, случится это в течение одних и тех же 24 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok